Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOptionSignals. В этом видео мы подведем итоги уходящего 2022 года и рассмотрим топ-5 лучших стратегий для бинарных опционов, по которым вы можете начать успешную торговлю уже с начала нового 2023 года. Итак, пятое место в нашем рейтинге занимает импульсная стратегия для бинарных опционов Pro-ITM Miner. Данная стратегия основана на сигналах от стрелок и тренде. В стратегии используются три индикатора – это стрелочный индикатор Pro-ITM Miner, экспоненциальное скользящее среднее и таймер времени свечи. Стрелочный индикатор Pro-ITM Miner формируют на графике сигнальные стрелки вверх или вниз, которые не перерисовываются и работают лучше всего на 15-минутном таймфрейме. Две скользящие средние – 21 и 34 EMA используются для определения тренда, а таймер времени показывает, есть ли потенциал запас хода до закрытия свечи. Правила покупки по этой стратегии простые, но нужно быть внимательным и соблюдать правила. Для покупки опционов Call – быстрая 21-я желтая EMA выше медленной 34-й синей. Ниже свечи появился сигнал – стрелка, а тело свечи находится ниже 21-й желтой EMA или 34-й синей. Опцион Call покупается при открытии новой свечи, следующей – после сигнальной. Для покупки опционов Put – быстрая 21-я желтая EMA ниже медленной 34-й синей. Выше свечи сформировался сигнал – стрелка, свеча расположена над скользящими средними. Опцион Put покупается на открытии новой свечи, следующей – после сигнальной. Таймфрейм – 15 минут, а максимальное время экспирации – одна свеча. Сигналы по этой стратегии появляются нечасто и для удобства в ней предусмотрены алерты, поэтому в момент, когда появляется сигнал, вы получаете уведомление в терминале MetaTrader 4. Тестирование данной стратегии в течение месяца на трех разных таймфреймах показали следующие результаты. И часовой график принес 56 сигналов, 30 из которых закрылись в плюс и 26 в минус, что по итогу составило 53% прибыльных сделок. На 15-минутном таймфрейме было получено 84 сигнала, 52 из которых закрылись в плюс и 32 в минус, что составило по итогу 62% прибыльных сделок. 5-минутный таймфрейм дал 119 сигналов, 77 из которых закрылись в плюс и 42 в минус. Итог составил 64% прибыльных сделок. На четвертом месте в нашем рейтинге трендовая стратегия для бинарных опционов FX-Blizz. Эта стратегия содержит в себе индикаторы, основанные на двух инструментах – Average True Range и Whole Moving Average, а также информационную панель с технической информацией про выбранный торговый актив. Визуально график стратегии удобно разделяется по цветам, которые позволяют видеть, какой преобладает тренд. Также в стратегии есть два шаблона – консервативный и агрессивный. Правила торговли по стратегии очень просты и опционы Call покупаем, когда фон графика окрашен в синий цвет, появляется синяя стрелочка, направленная вверх. Опционы Put покупаем, когда фон графика окрашен в красный цвет, появляется красная стрелочка, направленная вниз. В этой стратегии лучше использовать таймфрейм 5 минут, а экспирацию 3 свечи. Эта стратегия также тестировалась в течение месяца и часовой график показал 47 сигналов, 29 из которых закрылись в плюс и 18 в минус, что по итогу составило 62% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм показал 64 сигнала, 38 из которых закрылись в плюс и 26 в минус. Итог составил 59% прибыльных сделок. 15-минутный график принес 61 сигнал, 39 из которых закрылись в плюс и 22 в минус. По итогу это составило 64% прибыльных сделок. Третье место в нашем рейтинге занимает трендовая стратегия для бинарных опционов JT Scalper, которая включает в себя осцилляторы, сигналы и информационную панель. Эта стратегия состоит из пяти основных индикаторов, сигнального индикатора в виде стрелочек, двух инфопанелей с характеристиками и показаниями тренда и двух осцилляторов, один из которых основан на стахастике, а второй является фильтром для сигналов. Кроме индикаторов, стратегия содержит три разных шаблона для скальпинга, турбо опционов и консермативной торговли. В правилах торговли по стратегии для JT Scalper необходимо совпадение нескольких факторов. Например, для опционов Call цвет торгового актива на панели должен быть синий, должна быть синяя стрелочка направленная вверх и подвальные индикаторы окрашены в синий цвет. Для опционов Put цвет используемого торгового актива должен быть белого цвета, обязательно наличие белой стрелочки направленной вниз и подвальные индикаторы окрашены в белый цвет. Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равный трем свечам. Таймфрейм может быть любой. Тестирование стратегии JT Scalper в течение месяца принесло неплохие результаты. На часовом графике было получено 37 сигналов, 25 из которых закрылись в плюс и 12 в минус, что по итогу составило 67% прибыльных сделок. 15-минутный график принес 62 сигнала, 39 из которых закрылись в плюс и 23 в минус. По итогу это составило 63% прибыльных сделок. 5-минутный график дал 88 сигналов, 63 из которых закрылись в плюс и 25 в минус. И по итогу это составило 71% прибыльных сделок. На втором месте в нашем рейтинге трендовая стратегия для бинарных опционов FXDART, основанная на тренде силе валют и сигналах. Тренд в этой стратегии определяется по индикатору на графике, а также при помощи инфопанели. Дополнительно к этому используется сила валют, которая отображает силу, основанную на тренде. Чем выше показатель силы, тем сильнее цена растет и падает на данный момент. Правила торговли очень простые и будут понятны даже малоопытным трейдерам. Опционы колл покупаются, когда на графике появляется синяя стрелочка. Выбранная валютная пара на панели с активами становится синего цвета и сила основной валюты больше 4 пунктов. Допускается погрешность не более чем 0,3 пункта. Опционы PUT покупаются, когда на графике появляется белая стрелочка, выбранная валютная пара на панели с активами становится белого цвета и сила основной валюты меньше 4 пунктов. Допускается погрешность не более чем на 0,3 пункта. Экспирация по данной стратегии 1 час, а таймфрейм для поиска сигналов лучше использовать 5 минут. Тестирование данной стратегии в течение месяца на трех разных таймфреймах показали следующие результаты. И на часовом графике мы получили 74 сигнала, 46 из которых закрылись в плюс, 28 закрылись в минус. Итог составил 62% прибыльных сделок. 30-минутный график принес 101 сигнал, 69 из которых закрылись в плюс, 32 были закрыты в минус, что по итогу дало 68% прибыльных сделок. 15-минутный график принес 134 сигнала, из которых 98 закрылись в плюс, 36 закрылись в минус, а итог составил 73% прибыльных сделок. Почетное первое место по праву занимает стратегия, он же индикатор для бинарных опционов SSS Option. Хотя наш рейтинг и состоит из бесплатных стратегий, но в данном примере мы рассмотрим платную версию индикатора SSS Option. Индикатор стоит символических денег, но значительно упрощает торговлю бинарными опционами по данной стратегии. Если же вы все-таки предпочитаете только бесплатные версии, то без проблем сможете скачать и его бесплатную первую версию с нашего сайта. Основной индикатор стратегии анализирует историю цены всех доступных у вашего брокера торговых активов за выбранный период времени, после чего показывает, в какое время было сформировано наибольшее количество свечей подряд, закрытых вверх либо вниз. По итогу, чем длиннее серия из нисходящих или восходящих свечей, тем больше вероятность того, что на следующий день свеча закроется в обратную сторону. На первый взгляд, эта стратегия может казаться очень сложной, непонятной и неработающей, но при детальном разборе вы поймете, что все гениальное просто, и эта стратегия просто не может не работать со стопроцентной точностью прогнозов. Так что обязательно разберитесь в ней или задайте вопросы в комментариях. Более подробное описание работы этого и других индикаторов из видео вы можете посмотреть на видео из подсказок в правом верхнем углу. Характеристики данного индикатора вы можете видеть на экране. Правила торговли по индикатору SSS Option сводятся к отслеживанию вячеек с наибольшим количеством свечей, поэтому если вы наблюдаете длинную серию, а в идеале это от 10 свечей и более, то в необходимое время нужно покупать опцион. Если это красная ячейка, то покупается опцион Call, а если зеленая ячейка, то покупается опцион Put. Тестирование данного индикатора за месяц показало самые лучшие результаты. На часовом графике получилось 14 сигналов и все они закрылись в плюс, что по итогу дало 100% положительных сделок. То же самое можно сказать и про 30-минутный график, на котором было 23 сигнала и все они закрылись в плюс. Точно так же на 15-минутном графике был 31 сигнал, которые все закрылись в плюс. Обратите внимание, что все сделки удалось закрыть в плюс только благодаря использованию сигналов с максимальным количеством повторений в истории. Также два раза пришлось прибегнуть к системе Мартингейла. Мы использовали его до третьего колена. Очень важно при консервативной торговле выбирать для сделок только максимальные свечные серии из истории и не менее 10 подряд, потому что, к примеру, у сигналов из серии свечей более 12 штук намного больше шансов закрыться в плюс, чем у сигналов серии всего из 7 свечей. Если вы не согласны с нашим рейтингом 2022 года и у вас есть свои собственные лучшие стратегии, то обязательно напишите об этом в комментариях и расскажите, чем именно они вам нравятся. А мы со своей стороны постараемся рассмотреть самые интересные из них в видеообзоре на нашем канале в новом 2023 году. Если данное видео было для вас интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить обсуждение самых актуальных тем и свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами. Переходите на наш сайт и скачивайте стратегии бесплатно. Желаем успешной торговли в 2023 году. Профессия трейдера, она очень сложная. Сложная, особенно для семьи, потому что проигрывает те деньги, которые семья собиралась. Это нехорошо. А как, кстати, определить, куда пойдет курс? Ну, послушать специалиста и сделать наоборот. Шикарно. Вот это мне реально нравится. Первый полезный совет за этот день. Какие-то другие финансовые рынки вам знакомы? В принципе, везде, где можно проиграть деньги, я участвовал. То есть вы и в казино поиграли? Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...